Ну кто это? Шланг, правильно. А вот здесь на рисунке кто у тебя? Клес краски. Антону 8 лет. Его любимые игрушки, герои из мультфильма «Тачки», и единственные друзья. Из-за эпилепсии, которой страдает мальчик, никто из ровесников, говорит его мама, не хочет с ним поддерживать контакт. А недавно состояние здоровья ухудшил сопутствующий диагноз, как клюш. Из-за надрывного кашля мальчика в буквальном смысле три раза возвращали с того света. Как итог, откат в развитии. Добавили стрессы и постоянные переезды. Пошли по комнатам. Где-то семьями вместе снимали. Но так как у нас заболевание вот такое, что мы можем и ночь не спать, бьет сутками. Припадки бывают такие, что немногие выдерживают это увидеть. Поэтому нас всегда просят, съезжайте, съезжайте. И вот так вот мы мотались, пока мы не остановились здесь, на Георгии Исакова. И с этого адреса тоже скоро нужно съезжать. Жилье, которое арендуют за болотины, продается. Освободить квартиру, которую хозяева, войдя в положение семьи, сдавали по приемлемой цене за 10 тысяч рублей в месяц, нужно к осени. Если ценник будет хотя бы 15 уже, мы не потянем. Тогда уже, как сейчас, мы не сможем жить. А будь одеть ребенка, вылечить ребенка, купить вовремя препарат, пройти врача. Очень много платных врачей. По словам Ольги, только на лечение ребенка ежемесячно уходит порядка 30 тысяч рублей. Женщина старается подрабатывать, иногда няней. Шьет на дому, выполняет другую бытовую работу. И пока пусть и сложно, но сводить концы с концами удается. А вот если придется платить за аренду квартиры большие деньги, говорит мама мальчика-инвалида, средств не будет хватать даже на жизнь. Кто-то отдал просрочку. Ну, то есть, уже сроки подходят, да, то есть, всем тревогу бьешь, колокола. Тут же позвонили, мы собираемся, едем, на трамвайчик сели, поехали, забрали. Но не всегда это бывает, что потраты. А вот последние полгода, да, то есть, ежемесячно у нас шла Файкомпа, у нас шел Ломатриджин. Вот, и утрех, что иногда приходит, ну и ребенок еще болеет. Семья официально признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении. Это значит, вправе рассчитывать на бесплатное жилье от государства. Только вот очередь, по словам Ольги, двигается слишком медленно. Выходом из положения могло бы стать получение жилья вне очереди. На такое вправе рассчитывать люди с тяжелыми формами заболевания. Только вот эпилепсия к таковым не относится. Заболевание Заволотина не входит в перечень заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 номера 987Н об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. При этом данное заболевание в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России дает семье Заболотиной право на предоставление жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда с учетом дополнительной площади. Иными словами, Заболотинам предстоит дожидаться, когда очередь дойдет до них. Но в это время, говорит Ольга, нужно как-то жить. Она надеется, что, возможно, найдутся неравнодушные люди, которые войдут в положение ее семьи и сдадут жилье по приемлемой стоимости. Мир, уверена женщина, не без добрых людей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...